Денис Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Ужай Махинцы. Вы уже больше недели находитесь с рабочим визитом у нас здесь, в Ахинском районе. С чем это связано? Связано это непосредственно с моими должностными обязанностями. Я занимаю должность заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Холинской области и нахожусь с рабочей поездкой в рамках контроля и мониторинга по прохождению отопительного сезона в Ахинском городском округе. И вот за это время что удалось вам сделать? За это время я провел рабочие встречи с директорами предприятий сел Тунгор, Некрасовка, Москальво, Восточное. Также встретился с жителями Восточного и Тунгора. Проведен ряд совещаний с крупными ресурсоснабжающими организациями. Это Сахалин Облгаз. Была проведена встреча и рабочее совещание с генеральным директором. И было совместное совещание Сахалин Морнефтегаз, Сахалин Облгаз. Присутствовал глава администрации и я в качестве заместителя министра. Данное совещание действительно очень важно. Это надежность и поставка ресурсов газа. И тема была посвящена погашению задолженности за поставленные ресурсы. Проблематику подняли жители на селах. Это, прежде всего, благоустройство, расчистка дорог. Ну и, естественно, на рабочих встречах с директорами предприятий коммунальных были поставлены вопросы по обеспечению материального нашей коммунальной инфраструктуры. Вот кроме, может быть, благоустройства, жители обращались еще с какими-то просьбами, которые, может быть, решатся, которые в ближайшее время удастся решить. Да, прежде всего, жители волнует капитальный ремонт жилищного фонда. Это насущная проблема по всей Сахалинской области. На сегодняшний день мы видим, что на Ахиху средств недостаточно выделяется. Это всего по фонду капитального ремонта 4 дома. Будем эту проблему решать. Необходимо учитывать, что все-таки район Крайнего Севера, в крайней точке на севере Сахалина находится. Жилищный фонд оставляет желать лучшего. Поэтому будем решать с фондом капитального ремонта по увеличению финансирования программы на Ахинский район. Денис Юрьевич, наверняка не все так плохо у нас в ЖКХ нашего района, в жилищно-коммунальной сфере. Буквально 3 года, около 3 лет назад, была такая информация о том, что город Аха занял первое место в рейтинге по процентной замене, модернизации систем жизнеобеспечения. На самом деле это так? Насколько большая работа ведь проделана за эти годы, которая людям, в принципе, может быть и не видна снаружи? Действительно, работа коммунальщиков вообще не видна. Как-то не на виду замена сетей, принятие решений о стройках. Вообще подготовка к зиме, она, если дает сбой, да, здесь у всех на слуху. А если все в порядке, ну и как-то воспринимается, что это естественно, так и должно быть. Действительно, не видна вся работа энергетиков, коммунальщиков, тоже благоустройство, расчистка дорог и так далее особо. Поэтому за последние 3 года назад действительно Аха заняла первое место в рейтинге среди муниципальных образований по объему и замене ветких сетей, теплоснабжения. Здесь были большие проблемы с теплоснабжением. Там полностью была нарушена гидравлика, разный диаметр труб, что, естественно, влияло на комфортное проживание граждан непосредственно уже в квартирах. За буквально там 12-13 год вы набрали очень большие темпы, большая заслуга работников коммуналки, администрации. Увидели проблему, разобрались, написали обращение в необходимые инстанции. Шкарабалюк Александр Михайлович лично каждую неделю приезжал в министерство, доказывал, сумел доказать. Были выделены на Аху значительные средства. И вот с тех пор, два года подряд, эти суммы были 120 миллионов, 150 миллионов. Флюйная доля у них уходила на замену тепловых сетей. На сегодняшний день фактически угрозы, вот, какой-то критического состояния, чтобы так обозначить, или предкритического состояния, в Ахе ликвидировано по тепловым сетям. Мы смогли на сегодняшний день больше перейти, вот, допустим, к проблемам водоснабжения, решаются активно в районе. И на сегодняшний день мы уже приступили к водоотведению. Ведь эта тема водоотведения всегда оставалась как-то по остаточному принципу финансирования. Здесь, в Ахе, мы провели также рабочее совещание, вызвали проектировщиков, немножко изменили стратегию по проектированию реконструкции водоотведения. Это же вопрос о экологии. Здесь, в Ахе, всегда важна тема природоохраны и непосредственно рыбы. То есть, да, на сегодняшний день фактически все стоки уходят без очистки в акваторию или на рельеф. А это, соответственно, рыба, акватория, рыба, экология. То есть, вот сколько лет существует АХА, столько лет нет у нас очистных сооружений? Они у вас есть, но на сегодняшний день они свои ресурсы сжили, требуют срочной модернизации. И, по большому счету, новые технологии диктуют свое и необходима, по большому счету, новая стройка. Есть существующий проект, я вижу, его нужно немножко расширять, проектировать также выпуск, принимать решения по замене ветких сетей в городе. Денис Юрьевич, вы, помимо того, что заместитель министра ЖКХ области, вы еще советник губернатора по вопросам развития Ахинского района. Здесь вот ключевое слово, которое, наверное, больше всего волнует наших ахинцев, это вот развитие, слово развитие. Действительно ли реально это? И какие первостепенные стоят задачи перед вами, кроме, может быть, очистных сооружений и так далее? Что, в первую очередь, здесь делать надо нам в плане развития Ахинского района? Первое, надо разобраться со стабильным энергообеспечением, потому что без электричества стабильного ни один инвестор сюда не пойдет. Это прежде всего, поэтому обсуждали вопрос с администрацией и еду в Южно-Сахалинск для решения вопроса о финансировании и установке дизельных электростанций. Требуется порядка 112 миллионов на эти цели, поэтому в встрече с губернатором буду, первое, буду обозначать этот вопрос. Следующее, это привлечение инвестиций. Для этого необходимо сформировать понятную для бизнеса, бизнесменов Ахи площадку. Что это за проекты такие инвестиционные? Какая будет поддержка от муниципалитета, от областных органов власти? С этой целью будет у меня встреча с министром экономического развития Сахалинской области. Будет просьба приехать сюда, собрать бизнес-сообщество, в виде семинара какой-то провести, разрешительную работу. И будет предложено местному бизнесу подготовить бизнес-проекты и, соответственно, заявлять их в администрацию. Администрация должна, соответственно, дальше их вынести и проталкивать на уровне областного правительства. Очень хорошая тема, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, конечно, инвест-проекты. Тема тяжелая, связана с концессиями. Допустим, одна из идей привлечения концессионера в коммунальную инфраструктуру. Это прежде всего, потому что нам сегодня надо понимать, что без частных вливаний просто решение проблем за счет бюджетных средств невозможно. Здесь должна быть совместная работа государственного частного партнерства. Поэтому это прежде всего. Дальше, естественно, бизнес должен сам снизу подавать идеи, проекты. А область здесь должна помогать совместно с местной властью. Проблема ведь концессии и частных инвестиций не только в Ахиа-Астра. Мы изолированная система на сегодняшний день, энергосистема. Достаточно дорогая электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение. Поэтому это все накладывает свой отпечаток. В данном случае здесь необходимо, еще раз повторюсь, совместная работа плотная частного партнерства и областной власти, в том числе на условиях софинансирования. Частные инвестиции, областные инвестиции должны вкладываться в инфраструктуру. Частный бизнес должен непосредственно уже строить то, что будет у него находиться в собственности. А мы должны обеспечить инфраструктуру полностью. А вот еще один вопрос такой, который, наверное, очень многих волнует ахинцев. Обещали нам обновление фасадов нашего города. По фасадам. На сегодняшний день существует два источника. Это развитие жилищно-коммунального комплекса. И второй источник – фонд капитального ремонта. Как я уже сказал, еду сегодня же немедленно в Южно-Сахалинске, буду этот поднимать вопрос. Мы должны увеличить финансирование по капитальному ремонту жилищного фонда. У меня уже есть договоренность о том, что сюда выйдет руководитель фонда капитального ремонта, проведет здесь встречу с населением. Мы уже подготовили предложение с администрацией по ремонту фасадов, внутридомовых сетей и кровель. Поэтому, думаю, понимание найдем и поддержку со стороны фонда капитального ремонта тоже найдем здесь. – Денис Юрьевич, Вы как думаете, в этом году приступят в какой-то степени к ремонту фасадов? – Обязательно, да. – Как часто Вы бывали в Ахи раньше? – Часто бывал. Впервые я здесь побывал в 2007 году. Но самое крупное знакомство, это было первое такое серьезное знакомство, это было 2008 год, когда банкротилось предприятие жилищно-коммунального хозяйства, и вся инфраструктура чуть не ушла в частные руки. У нас есть такие плохие примеры, когда в итоге банкротство предприятий, допустим, Хомск, часть территории Хомска-ТЭЦ ушла в частные руки. На сегодняшний день там действительно частные предприятия размещаются, хотя по существующим нормативам ничего там не должно быть. Была действительно угроза ухода частной руки, что бы здесь было на сегодняшний день просто тяжело представить. Последствия были бы катастрофичны. Вовремя вмешались, это действительно поручили лично мне, кураторству этого вопроса, плотно работали с налоговой, с конкурсной управляющей, с администрацией, выстроили порядок взаимодействия, порядок продажи имущества. И на сегодняшний день обеспечили так, что имущество находится в муниципальной собственности. Денис Юрьевич, в связи с вашей должностью советника губернатора по вопросам развития Ахинского района, мы надеемся, что вы еще чаще будете приезжать к нам и очень внимательно будете относиться к проблемам Ахинцев. Спасибо, что нашли время и пришли к нам и поговорили. Спасибо за приглашение. Спасибо большое.